В современной России о сельских старостах вспомнили в 2010 году. Изначально они выбирались и утверждались губернатором. А с внесением изменений в 31-й федеральный закон взаимодействие теперь происходит на муниципальном уровне. Сегодня в Ульяновской области насчитывается 500 старост. Для сравнения, в 2012 году их было меньше трех сотен. Главное предназначение старост – содействовать участию населения в осуществлении местного самоуправления. Планы на 2019 год вместе со старостами обсудил глава региона Сергей Морозов. На уровне муниципалитета должна быть создана районная ассоциация сельских старост. Туда придут все старосты всех населенных пунктов. Кроме того, должен быть избран председатель районной ассоциации, который будет входить в состав управления уже на уровне региона, там, где я очень часто встречаюсь. Это позволит решать инициативу и вопросы сельских жителей на уровне регионального правительства. Председатель районной ассоциации станет советником главы района. В этом году также увеличены ежемесячные выплаты старостам до 1000 рублей. По словам Министерства агропромышленного комплекса, сумма будет увеличиваться. Основные проблемы на селе, с которыми сталкиваются старосты – отсутствие газа, воды, уличного освещения и дорог. Ускорилась проблема и газификации населенного пункта. Она была, значит, в 2015 году завершена практически. Морозов и сейчас завершается уже. Газ в село пришел и частный сектор подключаем. Также улучшение дорожной сети населенного пункта. Сейчас обозначены и находятся в стадии решения проблемы с организацией строительственного модульного ФАПа на территории села. А чтобы старосты были более компетентны в подобных вопросах, для них создадут образовательный проект «Университет сельских старост», который включает в себя четыре блока образовательных и практических сессий в течение 2019 года. Редактор субтитров А.Семкин